Добрый день. Сегодня я и Роман расскажем вам о проекте веб-выборы, точнее его небольшой части, о раздаче видеоконтента. Нам показалось, что задача эта очень интересная по разным причинам, в том числе потому, что в ней используется питон, потому что веб-выборы скоро будут на Украине. Вообще это просто здорово. Задача в принципе не разработческая, а интеграционная. То есть мы берем некий уже заранее готовый OMPOSource софт, немножко его допиливаем и получаем из этого хорошее продакшн-решение. Также то, что мы будем рассказывать, это хороший пример Unixway подхода, когда каждая конкретная служба делает одно простое действие, но делает его хорошо. То есть мы не будем лепить какую-то огромную штуку, мы будем делать маленькие сервисы, которые будут отвечать за одну конкретную задачу. Чтобы было понятно вообще, о чем идет речь, я сначала расскажу о архитектуре проекта в целом. А дальше мы уже спустимся к раздаче видеоконтента и поближе к конкретике решения проблем. Итак, по всей стране у нас было 95 тысяч избирательных участков. На каждом участке ставился персональный компьютер или ноутбук, на котором запускался наш софт, подключались две веб-камеры. С веб-камерой забирался видеопоток, немножко обрабатывался, отдавался на видеоприемник. Видеоприемник занимался несколькими задачами. Первая – это, конечно же, приятный видеопоток. Вторая – это положить его в некое хранилище. И третья задача – получить из него HLS поток. HLS – это HTTP live streaming, это HTTP-based протокол для стриминга видеоконтента. Представляет из себя примерно следующее. То есть плеер сначала приходит за плейлистом. В плейлисте наш видеоконтент нарезан на маленькие кусочки MPEG 2.TS. И плеер периодически приходит за обновлениями этого плейлиста и получает ссылки на необходимые в настоящее время куски видеофайлов. То есть вот так выглядит пример данного плейлиста. Есть сегменты и ID-шний канал. Чем еще хорош HLS? Тем, что вместо привычного всем RTMP мы не держим постоянного коннекта с клиентом. То есть мы просто раздаем файлики. Раздавать файлики – это просто удобно и все это умеют делать. То есть надо просто воткнуть кэш и поставить там много памяти. И, собственно, у нас, кроме видеоприемника, хранилища HLS и граббера, появляются как раз кэши, которые занимаются тем, что ходят на HLS-приемник, забирают с него эти файлики и отдают его пользователям. С точки зрения логики все ясно. Теперь поговорим о железе. Как это все выглядело на самом деле. Еще раз напоминаю, что у нас было 95 тысяч участков по две камеры на каждом. Итого примерно 200 тысяч видеоканалов. Все это приземлялось на 7 цодов по всей стране. Это Москва, Питер, Урал, Сибирь, Краснодар и что-то еще. В каждом цоде стояло по несколько неделимых модулей. Что это такое, скажу чуть позже. Часть оборудования мы ставили не в своих цодах, а в цодах больших интернет-провайдерах, таких Мегафон, МТС, ТТК, NetbyNet и прочее. Что такое неделимый модуль? Это обычная серверная стойка, набитая железом. То есть набивается она 20 серверов-приемников, на которые приземляются видеопотоки наши. Два сервера под хранилища и три сервера под кэши. Кэши это сервер с большой количеством памяти, 128 гигабайт и в принципе ничего в нем больше интересного нет. Кроме этого там добиваются железо для инфраструктурных задач и несколько полок сетевого оборудования. Теперь мы знаем о том, как у нас все выглядело логически, знаем, как у нас было железо и теперь подумаем о том, какие у нас есть проблемы, которые необходимо решать. Проблема первая. Нам нужно с кэш-сервера попадать на тот HLS-генератор, который отдаст нам нужный канал. То есть каналы у нас пушем приходят на видеоприемник и на какой именно мы в принципе точно не знаем. То есть мы можем сказать ему, что отдай вот на этот, но когда он это сделает, когда он поймет, что нужно перейти на другой. Также у нас есть некие сетевые проблемы, задержки и прочее. То есть в принципе мы не можем сказать точно, что то, что мы сказали, именно так все и выглядит. Это первая проблема. Проблема номер два, то что в кэш-серверах память не резиновая. И в принципе держать там кэш видеопотоков со всего цода невозможно. То есть у нас одна минута видео занимала порядка 5 мегабайт данных. В кэше 128 гигабайт. На каждый неделимый модуль приземлялось порядка от 6 до 8 тысяч этих каналов. То есть в каждом кэше мы могли держать по 3,5-4 минуты видео контента и не больше. Только для одного неделимого модуля. То есть отдавать из неделимого модуля видеоконтент другого неделимого модуля мы просто не могли физически, иначе бы мы ничего особо не кэшировали. И третья проблема начинает очень сильно проявляться в наших реалиях. Выглядит это следующим образом. Предположим, человек из Москвы хочет смотреть видеопоток тоже из Москвы. Все очень просто, нам нужно отправить его просто на неделимый модуль в нужном цоде, в московском, и все будет хорошо. Юзкейс номер 2. Мы хотим из Москвы посмотреть канал, который приземляется во Владивостоке. Все, что надо сделать, это послать человека в Владивосток, чтобы он сходил, посмотрел его там, и все хорошо. Когда таких людей много, начинается проблема в том, что если 10 человек из Москвы ходят на Владивостокский соц смотреть, мы просто забиваем весь региональный магистральную линию, которая есть для Владивостока, и на этом интернет заканчивается у людей. Потому что до части регионов у нас до сих пор ходят все через спутники, и канал там очень не широкий. Вот это третья проблема. Решение этих проблем будет рассказывать Роман и, собственно, те продукты, которые мы делали для этого. Итак, опишем решение проблем по порядку. Первая проблема. Нам нужно из наших кэшей, в наших кэшах получить информацию, откуда же взять тот или иной канал, откуда забрать видеоконтент. Мы использовали varnish, и обычно varnish конфигурируется с помощью статических файлов, где при помощи varnish configuration language описываются правила роутинга запросов. Мы не могли использовать это решение, потому что оно очень статическое. И вместо этого мы сделали другое, хитрое, дьявольские решения. Мы в каждом неделимом модуле запустили небольшой питаньячий сервис, называемый централом на картинке, который следил за HLS в этом неделимом модуле и собирал информацию, какой канал в данный момент пушится на тот или иной HLS. Эту информацию он пушил в ZNQ pub и рассылал ее. Это сообщение, эти сообщения из ZNQ выгребал другой наш сервис, который читал эти ZNQ сообщения и формировал хэш-таблицу в Shared Memory с мэппингом идентификатора канала и IP-порт HLS, из которого этот канал можно выкачать. Varnish в эту Shared Memory с помощью написанного нашими программистами модуля лазил, и когда к нему приходил запрос, он понимал, откуда можно выкачать видео. Вот. Таким образом мы смогли внутри неделимого модуля роутить запросы на видео. Но это еще не все. Нам, соответственно, видео нужно кому-то показывать. И чтобы пользователь смог смотреть это видео, он в первую очередь должен прийти на этот неделимый модуль или на этот кэш. И для этого был напишен еще один питаньячий сервис. Елибал. Елибал – это балансер, который собирает сообщения по ZMQ… Ром, извини. Елибал – это election balancer. Соответственно, он тоже слушает сообщения по ZMQ, которые рассылают централы. И в ответ на HTTP запросы от пользователей отдает нам JSON-P с адресами нужных кэш-серверов. JavaScript плеер, точнее обертка такая JavaScript вокруг него, получает это JSON-P, выгребает эти три адреса, или там больше, не меньше, выбирает из них случайные и идет туда за видео. Таким образом пользователь… Из-за имплементов это решение мы позволили пользователю смотреть видео из своего региона. Но это неинтересно, потому что когда дискотека идет в Тюмени, из Москвы тоже хотят смотреть ее. И нам нужно как-то это решить. Для этого мы решили информацию с централов как-то агрегировать и подняли гранд-централы. В каждом дата-центре еще один питонячий сервис, который слушает по ZMQ, как ни странно, сообщения от централов и формирует полную картину, как у нас размазаны сейчас каналы по всем нашим дата-центрам. И этот гранд-централ, эти гранд-централы тоже пушают дальше эти агрегированные уже информацию в ZMQ. Кстати, помимо сообщений типа на этом хайлесе у нас появился канал, или у нас этот канал пропал с этого хайлеса, и централ, и гранд-централ периодически отсылают полные реплики состояния. И таким образом, вне зависимости от того, когда подключился подписчик этих сервисов, когда он перезагрузился, заново начал работать, или позже, раньше, неважно, рано или поздно все подписчики получат информацию полную. И посылка сообщений постоянно позволяет максимально быстро получать всю информацию о каналах. Гранд-централы, соответственно, пушили эту агрегированную информацию дальше, еле вмотка выгребал ее, и помещал в хэш-таблицу для варниша. И варниш таким образом смог роутить запросы на региональные центры. Но мы не хотим ломать интернет в России, мы не хотим класть магистральные каналы, поэтому нам нужно как-то популярные каналы воздавать локально желательно. На тех серверах, что у нас стоят не лима-модули, мы это не можем сделать, потому что памяти мало. 128 гигабайт – это очень мало для видео. И поэтому были развернуты, во-первых, региональные кэши. Это специальные в дата-центре машины, которые занимались тем, что проксировали видео из регионов, из других варнишей. Как вообще? Задача определения популярного видео при использовании reverse proxy, она достаточно простая. Вы просто парсите лог reverse proxy и определяете, что тут у нас каналы популярные, и нам бы их закешировать. Варниш делает решение этой задачи особенно элегантным и простым, помещая логи в шарит-мемори. Нет ничего проще, чем прочитать из шарит-мемори логи. Этим занимается приложение Logan, которое залезает в шарит-мемори варнишевскую, выгребает оттуда логи, парсит ее, парсит их, понимает, какие каналы популярны и поближет это, куда бы вы думали, в ZMQ сообщения. Эти сообщения выгребает или в mod.kfg и редиректит пользователей с этими каналами на региональные кэши, которые, соответственно, подключаются к удаленным кэшам, выкачивает себе один раз это видео и уже раздает локально. Очень удобно, очень здорово. Таким образом, мы смогли, во-первых, показать любому пользователю в России любой участок в нашей необъятной родине. и каждый мог смотреть и дискотеку в Тюмени, и дом в Чечне, и что там еще было хорошего, Саратов, дискотека, магазин где-то в Кирове. Все все увидели. Но не все так просто, это еще не все проблемы, которые были. Перед нами стояло требование. В 8 часов вечера, когда заканчивается голосование во Владивостоке, мы должны поставить видео на паузу и не показывать подсчет голосов до тех пор, пока голосование не кончится в Калининграде на западе. Соответственно, получилась такая плавающая пауза, которая каждый час останавливалась по часовым поясам с востока на запад, а потом запустилась. Но вот во время этой паузы существовал такой мониторинговый центр, который мог смотреть это видео. Это специальные контролирующие люди, которые контролируют, что все проходило как надо. Для осуществления возможности этим людям работать была поднята еще одна стриминговая инсталляция, которая была очень похожа на обычную, на стандартную инсталляцию за тем лишь исключением, что там видеоприемник не пушил видео на хайлэс до тех пор, пока ему не придет команда. Эту команду отсылал маленький небольшой сервис, питонящий, который называется консьерж. Он также слушал сообщения, которые Логан анализирует и пишет. Как только он понимал, что хотят смотреть какой-то канал, он отсылал команду на видеоприемник, начинай пушить. Тот начинал пушить. Если через некоторое время, в течение некоторого времени новых запросов на этот канал не было, мы решили, что ну все, посмотрели уже, все как надо пошло, и он снова отсылал команду на приемник, заканчивай пушить. Вот таким образом мы решили, все поставленные перед нами проблемы касаемые стриминга. Но однако внимательный слушатель наверняка заметил, что я никак не рассказал, как же Елебал узнавал про региональную принадлежность пользователя. А Елебал, он не один. Ему в своей работе кончалита помогала. И кончалита дальше, про кончалиту расскажет Эдуард. Вообще, когда вы можете прийти к сетевику и сказать, что вот нам нужно сделать так, чтобы конкретный пользователь попадал, то есть мы знали, какой пользователь откуда приходит, с кого регион, и его подал на нужный сот. Скорее всего, вам предложат решение заряда купить себе AS-ку и через БГП ее заанонсировать в разных регионах и сделать так, чтобы региональные провайдеры сами думали о том, как заводить вам трафик. Это решение хорошо, кроме того, что оно требует, во-первых, наличия времени, которого у нас не было, проект делался за два месяца, и то, что сетевыми оборудованием занимались другие люди, а мы хотели иметь контроль над как можно большими частями системы и иметь возможность что-то в ней менять, по ходу возникновения каких-то проблем, мы не хотели отдавать кому-то возможность что-то сломать, скажем так. Вместо нас. Мы сами хотели все ломать. Поэтому мы сделали проще. Мы подняли одну большую точку, где стоял сайт, и весь трафик приходил туда, все пользователи. Это было в Москве. И нам, то есть все, что нам оставалось сделать, это понять по source IP-адресу клиента, из какого региона он, откуда он пришел. То есть все, что нам нужно сделать, это замапить все подсети России на конкретный регион. Это делается очень просто. Опять же через BGP. То есть мы от Ростелекома получили список их комьюнити меток, и по этим комьюнити меткам уже понимали, собственно, какой трафик, какие сети какому региону принадлежат, и могли их заруливать на те софты, которые нам необходимы. То есть в итоге от JavaScript в браузере приходил запрос на Nginx. Собственно, все эти префиксы потом просто сгружались в геомодуль в Nginx, и получилось порядка 23 тысяч записей, и, собственно, Nginx спокойно с этим справляется. То есть в итоге JavaScript делал запрос на Nginx. Nginx через геомодуль поставлял переменную конкретного региона, там MSK, HBR, EKB. Отдавал все это на Елибал. Елибал смотрел на региональное принадлежность на ID-шник канала и уже возвращал JSON.p, в котором было несколько кэшей, на которые надо было сходить. То есть в принципе все просто. Вот. Помимо того, что мы сейчас рассказали, мы хотели бы немножко сказать еще о тестировании этого проекта. То есть проект такого масштаба и за такое время тестировать очень сложно, и нам помогли различные интернет-комьюнити, которые сделали это за нас. В связи с тем, что мы часто проводили всякие презентации, пиар-акции этого проекта, в интернет ушла информация о том, как с наших серверов доставать те или иные видеопотоки. И в итоге весь Рунет в одно прекрасное время был завален HTML-страничками, в которые были заимбенджены плееры с конкретными видеопотоками. Там красные дискотеки, и все это веселье было можно смотреть. Все это было видно на новаче. Там были самые активные люди, которые все тестировали и смотрели. То есть для нас это был очень радостный момент, когда левые люди абсолютно смотрели, как работает наша система, и мы хоть как-то поняли, что действительно работает так, как мы ожидали и так, как хочется. Ну, в принципе, на этом все. Обычно в конце говорят какие-то цифры, какие-то RPS, килобиты в секунду, хиты. Мне кажется, это не та вещь, которой нужно мериться. Куда важнее то, как запускается проект в продакшн. То есть обычно это выглядит как? То есть кто-то пытается там что-то внести в последние правки, в какие-то костыли, у нас все было по-другому. 4 марта у нас выглядело так. Собственно, на этом все. Спасибо всем, кто слушал. В конце мы хотели сказать спасибо еще нашему разработчику, который не мог приехать, который писал часть этих сервисов. Это Игорь. И компания Яндекс, которая позволила нам пользоваться их Яндекс-картами, которые мы немножко даже приложили. Вот. Все. Вопросы? Скажите, пожалуйста, как вы нагрузки рассчитывали во время разработки? То есть у нас было заранее известно количество участков. Мы прекрасно понимали, сколько каналов будет приходить. У нас был фиксированный набор железа, за пределы которого выйти было довольно сложно. То есть мы просто делали так, чтобы это влазило в то железо, которое есть. То есть при выборе там 128 гигабайт или меньше вы выбирали просто максимально… А то, что будет дискотека, которую будет смотреть вся страна, вы догадались на этапе проектирования, да? Нет, конечно. А как? Ну, мы это увидели так же, как вся страна. На двочах, да. А вот скажите, пожалуйста, сколько в памяти видео хранилось в кэше? Ну, сколько в кэше по времени хранилось видео? Если вы говорили, что делились они по 3 минуты видеоотрезки, сколько лежало это в памяти? Нет, смотрите, раз я говорил слово 3 минуты, именно к тому, что в каждом кэше хранилось 3 минуты последнего видео для конкретного делимого модуля. То есть все 8000 каналов, которые приходили на стойку, хранились в кэше каждого кэш-сервера последние 3 минуты вот этого видео. Именно вот последние 3 минуты, да? Просто я знаю такой проблеме, которая там была, что когда был подсчет голосов, вы говорили, что пауза была. На многих участках не было этой паузы. Был подсчет голосов, люди смотрели, как идет подсчет голосов. Роман? Я сам реально наблюдал за этим. Ну, что же делать? Как раз то, что говорили, граберы могли переходить с одного видеоприемника на другой, и могли быть ситуации, когда участок из одного региона с одним часом поясом мог в принципе в каком-то редких случаях прийти на другой. И на него не распространялось другое правило. Соответственно, он на паузу поставился чуть позже. Кто вам рисовал вот этих замечательных маскотов? У нас есть дизайнеры, которые рисовали нам презентацию. Они едят другие наркотики в отличие от нас. В итоге над софтом сколько человек работало? Над софтом вот именно в стриминге можно сказать два человека. Еще три человека над другими частями. Еще пару человек еще над другими частями. Мы можем пригласить Анну Степанян, нашего проект-менеджера, которая точное число по человекам скажет.